Приветствую вас, Санкар. Я думаю, что в первую очередь стоит обратить ваше внимание на то, как вы пытаетесь воззвать, вот знаете, к такой нашей солидарности, скажем так. То есть вы говорите, а бывало ли у вас такое, да, что в такой ситуации делать, как в такой ситуации себя вести? То есть вы спрашиваете нас, как будто пытаетесь, знаете, вот раствориться в, ну вот, в случаях других людей. Но это, это так не работает. Это так не работает. Ага, понимаете, какая штука? И в чем вся штука? Есть только одна ответственность, и это ответственность ваша. Понимаете, вот, есть только одна ответственность, и это ответственность ваша. Ничего больше, не вашей жены, не даже тёщи, а именно вас. Вот. Именно вас и только вас, только вас. И вот этот момент, его нужно понять. Нужно понять, что вы не отвечаете за свои действия. Ну например, почему вас так задело, что вмешивается тёщи? Из-за чего вы, к примеру, уже ссорились со своей женой? Ведь у этого, очевидно, тоже были какие-то свои причины, свои основания. И, очевидно, что конфликт у вас с вашей женой не разрешён, иначе вряд ли, вряд ли бы вы так на это реагировали. Значит, нужно постараться вам помочь разрешить тот конфликт, который у вас сейчас в месте с женой происходит. понимаете, какая штука. Зина поступает, вот из тёщи поступает как мать, она защищает свою дочь, это нормально, я полагаю. Вот. А вот зина ваша, она, конечно, обращается к третьим лицам, что её, безусловно, не графит. Ну и мы не знаем, условно говоря, историю ваших ссор, да, ваших скандалов и того, что вы не поделили. Вот. То есть, вот вы говорите, что мирились как все и ругались как все. Это не совсем так. Это не совсем так, потому что не как все. Далеко не все люди ругаются и мирятся. А если ругаются, то очень важно выявить из этого причины. Причины. Да? Вот. То есть, причины, по которым вы, там, к примеру, ссоры. И если вы миритесь, допустим, если вы миритесь, то, ну, очень, было бы здорово, если бы вы вырабатывали какие-то решения. Вот. Было бы очень здорово, если бы вы вырабатывали какие-то вот соглашения. Вот. они просто так поссорились, помирились и все. Вот. То есть, мне кажется, что, ну, вот здесь такой момент. достаточно важный. Достаточно важный. Достаточно важный момент. Момент этот. Вот. То есть, ситуация выглядит примерно так. Ситуация выглядит примерно. Ну, вот ситуация примерно такая. На мой взгляд. Опять же. И дальше, вот вы пишете, советуете что-нибудь определить причину, по которой вы ссоритесь со своей женой. Вот. Это то, что вам можно порекомендовать. Вот. Посмотреть, почему вы ссоритесь со своей женой. Вот. В принципе, вот, в принципе, почему вы ссоритесь со своей женой. И дальше уже там будет понятно, как только будет понятна ваша ответственность за эту ситуацию, сразу будет лучше. Лучше. Вы не находитесь просто в гармонии с собой. Вот вы говорите, что примерно год назад очередная ссора. Из-за чего? Очередная ссора. Знаете, ну, ссора просто так, она не возникает. Да? И если ссора произошла, она из-за чего там? Вот. Кстати. Давайте постараемся понять. Из-за чего произошла ссора. Вот. И я думаю, что это решит проблемы ваши. Если не все, то многие, как минимум. Вот. Понимаете? Штука-то в этом. Все началось с очередной ссоры, когда началась ссора. Бредная ссора очередная. Значит, жена видит, что конфликт не решается. Вот. Никак. Да? И... Соответственно. Что остается делать? Ну, она ищет те способы, которые у нее есть. То есть способы решения проблем. Вот. Это не идеальные способы, но это все способы, которые у нее есть. Вот. Так или нет. Так или нет. Так что... Такая примерно история. Разберете с... Вот. С причинами шторм. Разберете с причинами конфликтов. Своих. Ну, своих жен. Я имею ввиду. И... В принципе, проблема будет трясена. Вот. А дальше уже обещайте. Чего вы хотите. Быть вместе или не быть вместе. Или чего-то еще. Вот. Опять же, вы говорите. Может это время или навсегда? Что именно? Как лучше? Что лучше? У вас к жене чувства есть? На это... На это опирайтесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Аминь. Тоже мой.